Всем привет! Сегодня 28 мая в Московской области. Я нахожусь в стеклянной теплице, где выращиваю перцы и огурцы. Давно я ничего не снимала, так как потеплело и хочется, конечно, побыстрее высадить всю рассаду. Работаю в основном вечером, поэтому там, конечно, уже не до съемок. Я сегодня хочу показать, что и как растет в теплицах, а у меня их две. И покажу грядки, которые доходятся возле теплиц, что я уже туда высадила, в открытый грунт. Итак, я уже сказала, эта теплица стеклянная для выращивания перца и огурцов. Имеется два автоматических окна. Одно окно механическое. Стены теплицы закрыты укрытым материалом номер 17. Двери у теплиц купейного типа и проем двери я тоже закрываю укрытым номер 17. Это очень удобно. Я делаю так каждый год. Это чтобы лишние насекомые сюда не залетали. Например, вот в этом году очень много майских жуков. Так как на участке у меня очень много берез, поэтому жуков было просто немерено. И чтобы все-таки они сюда лишний раз не залетали, я закрываю укрытым материалом. Очень удобно. В этой теплице три приподнятых грядки. Между ряди замульчированы толстым слоем хвойного опада. По бокам, по краям высаживаю каждый год сладкий перец. Сейчас прикрою дверь, чтобы ветер не поддувал. А посередине всегда высаживаю огурцы. Мне так удобно. Итак, перцы сладкие я высевала в несколько этапов. Это 6, 7 и 19 марта. Высаживала уже рассаду я сюда 4 мая. Огурцы я высадила в возрасте трех настоящих листов. 9 мая высаживала. Перцы у меня все сладкие, все сортовые. Есть сорта мои любимые, которые каждый год высаживаю. Это, например, айварский, это рамира. Ну, еще несколько сортов. И, конечно, каждый год пробую что-то новое. Выглядит рассада неплохо. Грядки заправлены с осени конским навозом. Пролито все бактериями сияния номер 1. И замульчировано толстым слоем конской подстилки. Это мульча. Высадила также уже в рассаде, выращивала семян рассадой. Это базилик лимонный. Между прочим, карамельный. Каждый год я тоже базилик высаживаю. Но, к сожалению, почему-то не нашла семена свои. Поэтому вот так. Перец весь цветет. Перчик формирую, конечно. До развилки я выламываю все пасынки. Выглядит совсем неплохо. И здесь перец. По краю всегда высаживаю лук. Это выборок на зелень. Укроп по мелочи. Могу кинзу. То есть посадки я уплотняю, конечно. Пока растение маленькое. Здесь по краю я высаживала редис. Это уже второй оборот. Я раньше редис высевала в несколько оборотов. До июля мы ели редис. Но он не идет так, как он идет вот сейчас. То есть я остановилась на том, что редис я выращиваю два оборота. Мы его едим весь май и весь апрель. Вот так. Тоже перцы. Выглядит он не таки хорошо. И по краю, конечно, базилик. Здесь у меня. Так. Здесь уже редис был посеян в варте, по-моему. Уже весь, видите, все съели. Здесь в рассаде осталось у меня тоже базилик. Не помню, какой сорт. Зеленый лист у него. И здесь я высадила также, видите, рассада огурцов. Это для открытого грунта. Гектор высаживала пророщенными семенами 12 мая. По-моему, так. Растет у меня люфа. Два кустика. Я все-таки в надежде вырастить мочалку. И огурцы. Огурцы у меня все гибриды. Профессиональные. Ну, допустим, это у меня сорт Мамлюк. Выглядит очень хорошо. Тоже Мамлюк. У меня по несколько штук каждого гибрида. Они все самоопыляемые. Так, ну, допустим, еще какой у меня сорт здесь. Я делала обзор салон. Огурцы, конечно же, я формирую. Убираю все пасынки. Здесь уже, смотрите, какие довольно-таки приличные огурчики. Вот. То есть эти гибриды, конечно, в теплице. Да вообще, мне кажется, в теплице огурцы нужно формировать. Вот так уже отлично они выглядят. Смотрите, огурчики какие славные. Так, насчет... Ну, вот, в принципе, и все мои теплицы, да, перечная, огуречная. Насчет, как я ухаживаю за теплицей. Эти дни у нас было очень жарко. Полив у меня огурцов, по крайней мере, ежедневный. Это простая вода. И 2-3 раза в неделю я огурцы подкармливаю. Перцы подкармливаю 2 раза в неделю. Что это за подкормки? Знаете, что я не пользуюсь минеральными удобрениями, поэтому делаю зеленые удобрения. Все прекрасно, наверное, знают, как готовить такие удобрения. Здесь на дне у меня конский навоз, ну, сантиметров, наверное, 5-6. И дальше крапива. Значит, заливаю все водой, добавляю маточный раствор сияния номер 1 и ставлю бродить на 4-5 дней. Ну, в основном 5-6, наверное, дней вот так. И чтобы не было такого противного, стойкого запаха вот этой гнилостной травы, да, брожения, добавляйте любые бактерии, тогда запах будет менее ощутим. То есть он будет в любом случае, но он не будет такой противный. Это кто вот не хочет, чтобы так сильно воняло это удобрение. После того, как это удобрение настоится, я беру пол-литровый горшок, добавляю этот концентрат в лейку, довожу до 9-10 литров и проливаю под корень каждое растение. Ну, предварительно я обычно сначала проливаю водой, а потом уже у меня идет подкормка. Такая подкормка раз в два, может быть, в неделю. Это для огурцов. Если эта подкормка не готова, вот как сейчас, я ее сегодня только сделала, да, я покупаю вот такое жидкое удобрение органическое. Это на конском навозе. Разбавляю его в воде и проливаю под каждый корень растения. Вот эта бутылка 5-литровая. Я буду сегодня проливать перцы, огурцы и томаты. Но в томатную теплицу мы сейчас с вами еще зайдем. Дальше. Также использую табачную пыль. Табачнозольная есть пыль. Я ее применяю, когда высаживаю лук-севок или лук на рассаду, или когда сею морковь и свеклу. А вот табачная я здесь в теплице пользуюсь. Подсыпаю прям огу поверху. Здесь возле приствольного круга. Круга это чтобы не появлялись вот эти сосущие, грызущие насекомые. Очень хорошо работает. И возле огурцов посыпаю. Здесь что у меня еще, чем еще пользуюсь? Это биогумус. Я его протерла, наверное, дня 3 назад. Это тоже подкормка. Подсыпаю под каждый куст растения. Отгребаю чуть-чуть вот так, мульчу. Подсыпаю по пол горсти, допустим, биогумуса. И все этого достаточно. Вот таким образом у меня кормятся здесь растения. Еще хочу вам показать препарат, который попробовала в прошлом году. Купила и на этот год. Называется серобромидин. Это экологическая безопасная защита растений от болезней. Я беру 40 мл этой жидкости, развожу в 1 литре воды и обрабатываю по листу. Я уже сделала это несколько раз и на перцах, на огурцах и также на томатах. Здесь пишут, что он применяется и от парши, мучнистой росы, гнили, плесени, пятнистости, фитофтороза. Черные ножки, ржавчины, в общем и многое другое. Очень приятный такой запах, хвоинки какой-то. И довольно-таки здесь хороший состав. Наночастицы серебра, меди, ну и так далее. И отпугивает вредители. Все, больше я ничем здесь и не работаю. Все выглядит замечательно. Цветет и пахнет. Огурцы, я надеюсь, мы уже будем есть, наверное, 10 июня. Будут первые огурчики, по крайней мере, первые несколько. Вот так на сегодняшний день выглядит теплица. На ночь механическое окно у меня открыто. Автоматические, конечно, они закрываются. И закрываю я также дверь. То есть окошечко одно отставляю открыто. Сейчас передают похолодание. Я все, конечно, закрою. У нас передают днем до плюс 15. И, конечно, дожди передают. Все, теперь пойдемте в автоматную теплицу. Покажу, что там. Эта теплица тоже стеклянная, но она побольше. Здесь уже три автоматических окна, два с торца механических. Также дверь купейного типа. Стены закрыты тонким укровным материалом номер 17. В этой теплице также три приподнятых грядки. Между ряде закрыты толстым слоем хвойного опада. Сами грядки замульчированы толстым слоем соломы. Эти томаты я высевала в два срока. 11 и 14 марта. И высаживала уже рассада сюда в теплицу в те же сроки, что и перец. Каждый сорт здесь высаженный. Цветет. Отлично цветет. Вот так все выглядит. Красиво. Это сорт Сержант Пеппер. Это сердцевидно-розово-черный, розово-фиолетовый сорт. Это черное сердце с носиком. От Борисовны тоже отлично выглядят. Так, немножко по сортам я вам пройдусь, покажу. Это тоже черное сердце с носиком. Здесь у меня одна потеря, потому что он был сломан. И я решила не сюда, не сажать никакой томат. В общем, посадила сюда. У меня было две перчины в рассаде. Пускай, думаю, перец растет. Вот, решила так. Это у меня сорт новый Конь Кани. Смотрите, как он тоже великолепно выглядит. Мощное растение довольно-таки. Здесь очень мощное растение. Это сахарозовый. Я его уже узнаю и по листве, и по самому кусту. Мощное такое растение. Это розовоплодные, крупноплодные томаты. Тоже, смотрите, все-все на цвету. Это, допустим, Лихач Виллс. Тоже довольно-таки плотное. Я думаю, что мощный сорт. Растение такое мощное. Это новинка также. Кисти, по крайней мере, первые все на каждом сорте уже в цвету. Это что у меня? Это сорт Чудо Олфорда. Я его в прошлом году выращивала. Тоже нравится. Это сердцевидный розовый крупноплодный томат. Первая кисть замечательная выглядит. Такого картофельного типа. Это зеленые тайные личинки. Тоже все в цвету. Это зеленоплодный, крупноплодный томат. Здесь с краю я посадила Сан Марцана. Эти томаты я выращиваю уже, наверное, года три, а может быть, четыре. Я уже не помню. Семена давно свои. Это томат исключительно для вяления. Самый лучший томат Сан Марцана. И в баночку завялить. Ну, как по-итальянски, да? И просто завялить и сложить в холодильник, делать овощные рагу зимой. И второе растение, так сказать, потери при подвязке поломался. Но я его выкопала. В общем, хорошо срезала и поставила на укоренение. Поэтому пустое пока место. Висит веревка. Я думаю, укоренится. Корни пустят. И я посажу это растение сюда на место. Потому что в прошлом году я так делала. И замечательно сорт вырос. И дал урожай замечательно. Некоторые, видите, уже у меня сорта с томатами. Это как разеленые тайные личинки. Смотрите, уже помидорчик. Еще какой-то сорт у меня тоже уже с помидорами. Конечно, томаты я посынкую. Вы видите, пасынков нет. У меня, знаете, как получается? У меня нет такого, что я пришла в один день, пропасынковала, допустим, все, и ушла. Нет, я подхожу каждый день в эту теплицу. Увидела там несколько пасынков. Сорвала и дальше там прошлась немножко. Все, на следующий день еще иду, посынкую. То есть по мере возможности и особенно наличию свободного времени. У меня все так. Увидела там 2-3 травинки, вырвала их. Как вы заметили, что в теплице у меня нет травы. У меня здесь нет тех растений, которые я не посеяла или не высадила рассадой. То есть я считаю, что наличие травы в теплице – это никак не помощь культурным растениям, как некоторые там думают, да, чтобы не горели или притеняла что-то там, чтобы трава притеняла растения и так далее. Нет, в теплице должно быть чисто. Если вы хотите как-то чего-то притенить, пожалуйста, накрывайте теплицу или укрымными, или притеняющими сетками, чтобы не горело растение. Или уже, если вы хотите именно, чтобы была зелень на грядке, уплотняйте культурными растениями. Есть и салаты, и редисы, и луки, и так далее. Вот вам, пожалуйста. И, конечно, мульчируйте. Растения меньше горят. Вот и все. А люди, которые выращивают траву и думают, что это хорошо в теплице, я считаю, что это непозволительно. Это не открытый грунт, на то она и теплица, чтобы здесь росло то, что мы с вами посадили. Вот довольно-таки мощные кусты. Тоже что это у меня за сорт? Это Елизабет Стефанчик. Это красные, такие небольшие томаты. Высаживала первый раз этот сорт, новинка, специально для консервирования цельноплодного. Кусты довольно-таки мощные. Все тоже уже на бутончиках, на цветочках. Вот, видите, пасынок. Вот, увидела, оторвала. Насчет махровых цветов. Я их стараюсь обрывать. Махровые цветы. В основном они образуются на высокорослых, крупноплодных сортах. Увижу, сорву. Если я где-то пропущу, и он вырастет, уже завяжется, уже образует маленький томатик, я его не обрываю. Этот сорт Манго Джанго. Смотрела я на него отзывы. Вот как раз-таки это один еще из сортов, который завязал томат. Вот он. Очень уж он похож на южный загар. Хвалит его по вкусу, по внешнему виду и так далее. Но внешне, я же говорю, я его видела. Он очень похож на южный загар. Поэтому я его купила. И хочу попробовать, есть отличия или нет. Вот Манго Джанго. И, конечно, для сравнения, я посадила своего любимчика. Это южный загар. Будем сравнивать. Я вам покажу уже прям сравнение плоды. Тоже, видите, все в цвету. Все хорошо. Тоже цветет. Что это за сорт? Это у меня... А, сладкий косади. Тоже его уже выращивала. Это такие пальчиковые красные томатики с золотыми штрихами. Вот так у меня выглядят томаты. Замечательно, я считаю, все хорошо. Так, давайте и здесь теперь скажу, какой у меня уход. Значит, я показывала, что проливала уже гуматом калия. Скажу изначально, что грядки, конечно, у меня подготовлены с осени. Заправлены конским навозом. Также проливала я бактериями сияния номер один. У меня уже полив идет в томатной теплице каждые три дня. Потому что очень жарко. Поливала уже раствор гумата калия обязательно. Здесь также я работала биогумусом своим, который производят мои червесторатели. И сегодня, и не сегодня, а когда приготовится зеленое удобрение, которое я вам сейчас показывала, я буду проливать под каждый куст примерно по литру. Смотрю на состояние томатов на само растение. Они выглядят совсем неплохо. И у меня, конечно, очень хорошо заправлены с осени грядки и заправлены посадочные лунки, когда я высаживала рассаду. Я все это показывала, снимала видео. Зайдите, посмотрите, как я высаживала эти томатики. Вот, в принципе, и все. Завязи не теряются, все хорошо. Но у меня еще есть томаты, которые я высаживала в мягкие контейнеры. Я их уже вынесла. Пойдемте, я покажу. Смотрите. Это кот. Этого кота зовут Персик. Его все любят. Потому что он на фотографиях очень красиво получается. Как ему хорошо в клубнике. Вот так. Так. Давайте. Возле теплицы у меня есть небольшие грядки. Здесь высажена земклуника. Называется студенческая. Смотрите, она как великолепно светет. Я, конечно, обрабатывала. Значит, обработка у меня была фуфаноном нова. Это до цветения. Конечно, весной, ранее весной, я ее зачищала. Обработала фуфаноном. Здесь у меня заложен конский навоз. Вот. Замульчирована конской подстилкой. И вот так выглядит земклуника студенческая. Здесь небольшая грядка. Это салат. Помните, этот салат я высаживала в рассадный ящик в теплице. Снимала видео. Его рассадила сюда в грядку. И он прекрасно нарастает. Это вот у меня все высажено возле входа в теплицу. Также высадила стручковую фасоль. Это невысокорослая. Она такая 40-50 сантиметров. Мы любим ее замораживать. И потом добавлять в рагу или в супы. Здесь же бок теплицы. Здесь посеяла салат. Здесь высадила в рассаде рассадным способом. Это сладкий горошек. Вот такую большую поляну. Очень любят горошек детвора. Я потом этот горошек еще, когда мы наедимся, морожен в одноразовые контейнеры порционные. И добавляю также зимой в рагу и в супы. Очень красиво смотрится зимой супы. Именно с добавлением зеленого горошка. И вкусно, и красиво. Дети очень любят. Здесь высажена поздняя капуста. Здесь килотонн, мегатонн и немножко брокколи. Вот таким образом. И по краю тоже рассадой я высаживала это кинза. Вот так выглядит грядка возле теплицы. Пойдемте дальше к другим грядкам. Здесь у меня такое расстояние между двух теплиц и тоже, конечно, грядки. Это баклажаны, которые я тоже высаживала в мягкие контейнеры по два штуки. Выглядят они замечательно. Конечно, в контейнерах баклажаны нужно формировать, убирать вот эти все пасынки до развилки обязательно. Так же, как и перцы. Потому что это мягкий контейнер, замкнутое пространство. Еще и по два штуки они здесь сидят. Баклажаны кто-то начал подгрызать. Видите, надо посыпать вот этой табачной пылью, которую я вам показывала. Довольно-таки хорошо помогает. Это не жук, это, наверное, какой-то вот, может быть, гусеница подъедает. У меня здесь три контейнера, по два штуки. Гибрид называется Валентина. Замечательный гибрид. Здесь как раз вот растут томаты. Тоже в мягких контейнерах. Я показывала, как что выглядит. Это гибрид. Это единственный гибрид, который я выращивала в этом году. Называется Рубинчик. Смотрите, он цветет тоже великолепно. Вынесла эти контейнеры, наверное, с неделю как на улицу. Теперь они живут здесь. Рубинчик довольно-таки мощный куст. Видите, прям мощный. Надо мне палочку сюда подставить, подвязать. Сегодня сделаю. Цветет замечательно. И высаживала я рассадным способом в эти контейнеры 26 апреля. Четыре высевала, четыре выросло и четыре сюда же и высадила. Подробно рассказывала, какую закладывала сюда землю. Замульчирована, как вы видите, тоже соломой обязательно. Это уход у меня за томатами, как и в теплице. Единственное, что здесь нужно почаще поливать. Потому что, сами понимаете, это контейнеры. Они высыхают быстрее. Они находятся у меня здесь возле двух теплиц. Здесь, знаете, и не жарко, и не холодно, так сказать. И солнце есть, и тень. Самое то для контейнеров. Они у меня уже здесь стоят второй год. Ну, ставлю, выставляю именно сюда. Это контейнеры с острым перцем. Тоже все показывала. Высаживаю по два штуки. Перец такой мелкий, очень жгучий, очень острый. Я острый перец, между прочим, не формирую. Вот он, видите, у меня как здесь зарастает. Он небольшой, вырастает буквально, ну, сантиметров сорок в высоту. И я считаю, что он в формировке не нуждается. Растет замечательно. Видите, уже сколько у него бутончиков маленьких. И он будет весь-весь такой. Сначала в зеленых, а потом в красных перчинках. Вот шесть штук на семью. Даже, можно сказать, на две. Хватает его вдоволь. Возле маленькой теплицы здесь тоже широкая грядка. Высадила здесь и патиссоны, и кабачки. И также у меня здесь цукини. Вот так. Земля хорошо заправлена. Перегноем. И хорошо замульчирована также конской подстилкой. Вот. Большой довольно-таки слой. Поливается тоже, пока жарко. Каждый день до через день. И подкармливала я зеленым удобрением. Высаживала я их в стадии трех настоящих листов. Эту рассаду. Вот так. Здесь с края петрушка. Хотела сказать насчет петрушки. Я как-то попала на видео, что петрушку рассадой высаживать. Не мучайтесь никакой рассадой. Купите петрушку корневую. Посейте ее весной. Она у вас вырастет за лето. Вы ее срежете. Будете рвать все лето. Потом в зиму вы ее не выкапываете. Вот эти корни. Потому что она наращивает такие длинные корни, как морковка, только белого цвета. И все. И она у вас в зиму уходит под снег. То есть до самого снега. А весной, как только снег стает, она у вас сразу вылазит. Поэтому я петрушку рассады ничем, с семенами уже в обычную листовую не сажаю. Корневую сажаете два года. То есть ее хватает на два сезона. Второй сезон проходит. Все. Выкапывайте корни и сейте заново. Здесь, видите, уже заросли щавеля. Я его уже и заморозила, и борщи варила. В общем, сейчас уже весь цвет ушел. Надо будет подорвать и срезать. И он уже потом ближе к осени. Ну, там в июле, в августе он опять новенький нарастет. Здесь у меня посеян шпинат. Это уже, наверное, третий или четвертый оборот. Первый оборот я в теплице сеяла, вы видели. Тоже грядка вот возле маленькой теплицы. Здесь небольшой цветничок. Это я высадила бархатцы тонколистные. Первый раз высевала их. Так они выглядят. Они очень интересные. Посмотрим, как будет цвести. Ну, я видела, цветут красиво. Здесь также у меня высажен салат. Тоже его высевала в контейнер и рассадила потом сюда на небольшую грядочку. Дальше у меня идет небольшой цветник. Можно так сказать. Здесь что только не растет. Бархатцы тонколистные и обычные. Также здесь у меня высажены однолетние георгинки. Это не трава. Это посеялись вот эти ноготки. Потому что я их каждый год выращиваю. Здесь не то, что я их здесь сею, а самосев. У меня здесь все самосево. В общем, сделала такую небольшую клумбу. Замульчировала конской подстилкой. И у меня здесь теперь растут всякого рода цветы. Здесь даже вылазит у меня подсолнух. Потому что в прошлом году у меня здесь росли подсолнухи. Если кто помнит. И здесь также возле маленькой теплицы у меня довольно-таки большая грядка. Я высадила, посеяла укроп вдоль бордюрчика. Это ранняя капуста, цветная капуста, брокколи у меня здесь. На второй части у меня высажен лук-сивок. И остатки лука-эксибишин. Сейчас его плоховато видно. Но он довольно-таки хорошо принимается. Это прямо остатки, которые не очень уже красивые были. Думаю, жалко мне рассаду эксибишина выбрасывать. Я высадила сюда. Вот он эксибишин. Он так прирос уже хорошо. То есть довольно-таки прилично. А такой лук интересный растет. Это лук такой длинный. Он, не знаю, сантиметров 10, наверное, розового цвета. Называется сорт банановый. Я сюда его высадила сивком. Вот у меня немножко было. Я посадила. Смотрите, сколько ноготков здесь самосев. Все самосевом. Вот выглядят грядки возле теплиц. У меня вовсю цветет клубника, ежевика, голубика. В общем, очень много чего есть показать. Это мелкоплодная земляника. Обычно это типа вот барона салемахера. Мне кто-то давал рассадой. Так что в следующий раз погуляем еще по огороду. Чеснок, лук эксибишин покажу. И уже лук такой вырос, который я сивком высаживала. Вот, в принципе, у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Хороших вам урожаев. Подписывайтесь на канал. И всем пока.